Всем привет! Вы на канале Ната Лайв. Спасибо, что смотрите меня. Всех очень рада видеть у себя в гостях. Ну, все мы знаем, что скоро у нас приближается такой чудесный светлый праздник Пасха. И сегодня я решила приготовить пасхальные куличи. Приступаем! Итак, что нам понадобится для приготовления куличей? 3 яйца, 100 грамм масла, 200 грамм сметаны, 500-600 грамм муки, дрожжи 1 столовая ложка, корица, ну это для любителя по вкусу, я буду делать, я люблю, 200 грамм изюма и 200 грамм сахара, то есть стакан. Вот, приступаем. Для начала я сейчас помою изюм, подготовлю его и начнем взбивать наши яйца. Все, изюм я помыла. Сейчас мы поставим растапливаться 100 грамм масла, пол пачки. А мы собьем наши яйца. Приступаем! Итак, яйца мы наши взбили, теперь мы добавляем сюда наше растопленное масло, оно уже немножечко остыло. Все, опять, хорошенечко перемешиваем. Все хорошенько перемешали и начинаем добавлять сюда 200 грамм сахара. Сейчас добавим сюда сметану, 200 грамм. И снова все это хорошенечко перемешаем. Добавим сюда пол чайной ложки соли, корицу по вкусу. Ну, не знаю, я на глаз. Я обожаю корицу, поэтому мне много ее не бывает. Вот, и все это опять перемешаем. Так, сюда же добавляем наш изюм. Все это хорошенько перемешиваем. Мои запах обалденный. Корица, конечно, супер вещь. Хотя мои дети, честно говоря, не очень ее любят. Вот, а я ее во все пихаю, во все выпечки, вот с яблоками, какие-то яблочные пироги. Ну, это вообще что-то бесподобное. Так, все мы это хорошенечко перемешали. Теперь в нашу муку уже добавляем столовую ложку дрожжей. Сухих дрожжей. Вот, добавляем. Все хорошенько тоже здесь перемешиваем. И теперь нашу муку мы начинаем постепенно добавлять вот в эту массу. Можно для начала воспользоваться миксером. Но потом, когда тесто немножечко уже становится густым, ну, лучше, наверное, все-таки ложечкой. Ну, вот, друзья, у нас получилось вот такое тесто. Вот такой вот консистенции. Достаточно такое густое. Теперь мы его накрываем крышечкой и оставляем на часа три, где-нибудь в тепленьком месте, чтобы оно у нас подошло. Так что, друзья мои, увидимся с вами попозже, через три часа. Ну, посмотрим на наше тесто. Прошло уже три часа. Глянем, а ну-ка. Ну, оно поднялось. Ну, конечно, не так, чтобы прямо ого-го-го. Сейчас я его еще раз перемешаю, как бы осажу и оставлю еще, наверное, на часок-другой. Оставлю еще на пару часов. Пускай оно еще постоит. Спешить нам некуда. Я, походу, кучу других дел переделала. Пускай стоит, поднимается. В общем, процесс выпечки куличей пасхальных, конечно, занимает очень длительное время. Вроде не такое прямо сложное, но вот это вот, что надо все время ждать, ждать часами, когда тесто подойдет. Будем ждать еще пару часов. Ну что, посмотрим, что происходит с нашим тестом. А, ну вот, уже теперь подошло, конечно, побольше. Сейчас я подготовлю формы. Включу уже нашу духовку разогреваться и переложим наше тесто по формочкам. Итак, что мы делаем? Мы наши руки смачиваем маслом подсолнечным, для того, чтобы легко можно было переложить тесто в формочки. И вот такими вот легкими движениями мы перекладываем. Наполняем наши формочки до половины. Ну что, друзья, у нас получилось вот пять таких небольших пасочек. Сейчас мы опять их накрываем полотенчиком. оставляем немножечко постоять, чтобы они как-то хорошо по форме сели, немножечко еще поднялись. А потом будем ставить в горячую духовку ну минут на сорок, на сто восемьдесят градусов. Ну что, друзья, наши паски постояли и отправляются в духовку на сто восемьдесят градусов. Ну что ж, пора доставать наши куличики из печи. Та-дам! А вот и шедевр кулинарный! Ну что, очень даже поднялись неплохо. Сейчас я дам им остыть и потом украшу или сахарной пудрой, или глазурью. Посмотрим. В общем, из трех яиц, друзья мои, получается вот пять маленьких пасочек. Вот они, наши куличики. И сейчас попробуем, какие они на вкус. Ну, момент истины! Вот она какая! Маленькая моя пасочка. Ммм, симпатичная! Внутри тоже. Ну что ж, паски удалить! Все получилось! Ммм, очень вкусно! Очень вкусно! Ну, тот, кто любит такое вот очень сладкое, наверное, все-таки сахарку надо немножечко подбавить. Ну что, друзья, с наступающей вас Пасхой! Желаю вам всем здоровья, благополучия, мирного неба! Всего-всего самого-самого наилучшего! Пасхи души, правда, это мой любимый праздник, я его обожаю! К сожалению, в этом году у нас из-за коронавируса кладбища будут закрыты на Пасху, и в течение недели мы туда попасть не сможем, поэтому, наверное, будем вот праздновать все дома, в кругу семьи, Ну, что делать, пойдем попозже, проведаем своих ушедших. Всем хорошего настроения и веселой, хорошей, доброй Пасхи! Пока!